Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт «Графские развалины». Протру миску кусочком лимона. У 4 яиц отделю белки от желтков. Как правильно обработать яйца перед приготовлением, вы сможете увидеть, перейдя по этой ссылке. Собью белки до устойчивой пины. Не прерывая взбивания, добавлю 200 грамм сахарной пудры и собью до устойчивых пиков. При помощи 2 чайных ложек выложу массу на пекарскую бумагу. Разогретую до 120 градусов духовку ставлю противни на нижний и на верхний уровень. Высушиваю в течение часа. 200 миллилитров молока поставлю на огонь и доведу до кипения. К 4 желткам добавлю 100 грамм сахара, столовую ложку крахмала, 2 чайных ложки какао-порошка и 2 чайных ложки ванильного сахара. Все хорошо смешаю. Горячим молоком залью смесь. Верну обратно в кастрюльку, поставлю на огонь и при постоянном помешивании доведу до загустения. Остужу крем при комнатной температуре, периодически помешивая для того, чтобы не образовывалась корочка. На разогретой сковородке слегка обжарю 100 грамм орехов. Остужу при комнатной температуре, а затем мелко нарублю. Меняю противни местами. Убавляю температуру до 100 градусов и высушиваю еще в течение часа. Выключу духовку, приоткрою дверцу и дам безе полностью остыть. Мягкое сливочное масло собью в течение 1 минуты. Не прерывая в взбивании, буду добавлять по 1 столовой ложке заварной крем. Распределю столовую ложку крема по дну блюда. Сверху выложу слой из безешек. Посыплю орехами. Каждую безешку смазываю кремом и укладываю сверху. Не забываю посыпать орехами. Продолжение следует... Продолжение следует... Поставлю в холодильник на час. Торт по вкусу похож на киевский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. А я желаю вам приятного аппетита! Продолжение следует...